Этот праздник дорог сердцу каждого жителя нашей страны и неразрывно связан с именами святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, славянских просветителей, создателей славянской азбуки, первых переводчиков богослужебных книг с греческого на славянский язык. И это главное дело их жизни дало настоящий старт развитию нашей письменности. Благодаря деятельности просветителей позднее получила возможность для развития великая русская литература, которая оказала огромное влияние на формирование народа России. Крестный ход от Свято-Успенского храма до Театральной площади, в котором участвовали священнослужители, прихожане, учащиеся и студенты, казаки, активные общественники, стал уже доброй традицией. По зову сердца славянцы принимают участие в крестном ходе, чтобы еще раз отдать должное жизненному подвигу просветителей Кирилла и Мефодия. После проведения торжественного молебна иеромонах Митрофан, благочинный церквей Славянского округа, обратился к собравшимся. Прежде всего, семья призвана воспитывать основу духовную в наших детях. Мы должны прививать им культуру и любовь к родному языку, к русской литературе и, конечно же, прежде всего, любовь к своей вере. Глава Славянска на Кубани Александр Берсенев сказал, что День славянской письменности и культуры – это церковно-гражданский праздник, когда мы вспоминаем общие корни славянских культур. Вместе отмечаем церковно-гражданский праздник, который признан, напомнит всем нам о великой истории большой семьи славянских народов, о наших общих корнях и едином происхождении славянских языков. Мы с благодарностью вспоминаем братьев Кирилла и Мефодия, создателей славянской азбуки. Много добрых слов было сказано в этот день о создателях славянской азбуки. Артисты порадовали собравшихся своим искусством. Для всех, кто пришел сюда, участие в празднике было совсем не случайным. Язык и народ – это неразумно и рывно связано. Убери язык – это уже будет не тот народ, который все люди знают. Это вещи взаимосвязанные. Праздник важен тем, что нам напоминает о наших истоках, в том числе истоках государственности. Для меня этот праздник очень важный, очень значительный, я думаю, как и для любого русского человека. Так как наш язык самый богатый, самый прекрасный язык в мире. Все, что, всю культуру, переданную нам поколениями, мы должны беречь и приумножать и сохранять. Выставка книг, народных промыслов и декоративно-прикладного искусства, которая была развернута рядом с театральной площадью, вызвала большой интерес у славянцев. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа «События». Из-за убежи. Продолжение следует.